Всем привет, с вами Агний Игнатьев И сегодня я расскажу про бесплатные альтернативы After Effects в плане 2D анимации Конечно же, эти программы не смогут заменить After Effects полностью Но в плане 2D анимации они очень близки Конкретно о себе скажу, что там есть почти все главные инструменты, которые мне необходимы для создания своей 2D анимации Как вы уже могли заметить, я часто делаю 2D анимацию из как раз PAF анимации Либо в других программах это будет называться анимация кривых И вот для примера я выбрал вот такого персонажа, который был анимирован еще в 2016 году Он достаточно так халтурненько анимирован Но тем не менее, как раз здесь я использовал все те методики, которыми я до сих пор чаще всего пользуюсь А именно, еще раз повторяю, это PAF анимации или как в других программах называется анимация по кривым Вот здесь можно увидеть ключи Вот если я в соло режим переключу, то все это можно вот так еще рассмотреть И вот собственно по такой методике я как раз и анимирую Ну а теперь давайте перейдем к другим программам и как раз попробуем их немножечко сравнить с автор эффектом Немножко покажу какие фишечки у них есть И сейчас мы будем обозревать 5 программ И начнем сначала с двух программ, которые являются условно бесплатными Ну что такое собственно условно бесплатные? Это те программы, которые можно скачать абсолютно бесплатно, но у них ограниченный функционал И как раз первая программа будет HitFilm Express Что такое HitFilm Express? Это какой-то специфичный гибрид между премьером и автор эффектом, которые пытаются как раз продавать как альтернатива автор эффекту и премьеру Дефолтный его таймлайн очень похож на таймлайн из премьера Ну а если создавать композиции, то его таймлайн уже начинает больше быть похож на автор эффектовский Конечно же в этой программе не так уж и много инструментов для того, чтобы делать прям крутую анимацию Но с другой стороны здесь есть и классические фигуры Вот например есть всякие кружки, прямоугольники, звездочки Также есть и собственно перо То нам нужно в самом начале, чтобы начать здесь что-то рисовать Конечно же создать слой Сюда нажимаем, выбираем New Layer Выбираем здесь например Plane И это и будет как раз новым слоем Выбираем здесь цвет, либо сами настраиваем цвет Вот это кстати панель очень-очень похожа на стандартную панель из open source программ Ну ладно, сэкономили ребята на этом деньги Все, вот мы создали как раз слой Теперь на этом слое мы можем собственно рисовать маской И вот такие у нас получаются линии Эти точки можно перемещать Все достаточно кривенько выглядит Ну вот такая маска у нас получилась И к сожалению черное на черном нифига не видно Давайте попробуем это переключить Заходим в Options И давайте здесь например выберем какой-нибудь цвет Вот цвет с фона Выбираем белым Чтобы было видно Вот И теперь у нас видна эта фигура В After Effects аналогичная штука была бы просто фигурой Давайте я вам сейчас покажу Так например вот создаю композицию И в ней если я просто нарисую То вот создалась обыкновенная фигура Вот слой Shape И также здесь можно это редактировать Давайте переключусь на инструмент для редактировки Вот так это все делаем То есть все в принципе похоже Ну вот такую фигурку мы можем сделать Давайте посмотрим можем ли мы создать Как раз ту самую пресловутую PAF анимацию Вот у нас есть Shape И что мы можем здесь в этом Shape и делать Мы можем делать обводочку Мы можем также создавать размытие от обводки И закругление Также мы можем и инвертнуть эту маску Вот так это выглядит И добавить еще дополнительные всякие вычисления Substract, Lighted Это очень похоже как и аналогичная ситуация С маской в After Effects Давайте создам как раз здесь Тогда тоже слой вот черный Если бы я рисовал не просто фигуру как Shape А если бы я пробовал создать фигуру через маску То примерно такая же была ситуация Здесь бы также можно было бы в настройке Тут переключать вот эти вычисления То есть Non Это тогда она вообще не будет работать Вот если я здесь Non нажму Такая же ситуация будет ADD это обычное вычисление Все в принципе очень похоже Дальше идем в Transform В Transform здесь находится как раз уже Паф анимация Активируем ее И попробуем ее анимировать То есть вот По паф анимации По классической она анимируется Теперь попробуем даже выделить И нажать F9 F9 здесь не нажимается В After Effects есть такой очень удобный эффект Это как раз с помощью F9 Вы можете заанимировать Точнее сгладить ключи Ну вот я например здесь Паф маск делаю И вот как раз попробую Это вот так передвину И теперь у нас так же тут в After Effects Анимировано Теперь выделяю эти ключи И нажимаю F9 Это для сглаживания анимации Ну и собственно она сгладилась Просто тут 5 секунд идет И поэтому все очень медленно Давайте вот так сделаем Ну в принципе понятно Здесь аналогичная ситуация Только без F9 Также мы можем выбрать ключ И нажать правой кнопкой мышки Для выбора типа ключей Хотя они сейчас здесь дезактивированы И нельзя это выбрать Но видимо они выбираются При каких-то других настройках Что дальше здесь имеется Здесь есть имеется Так же и Position Также можно активировать ключ Для Position И анимировать А кстати Ключи можно вот видимо здесь менять Но они тут тоже дезактивированы Ну ладно Так же по Position Кроме Position Есть Scale Все в принципе стандартно Anchor Point Удобно Это все находится в маске Еще есть и общий трансформ То есть как я понимаю В этом слое может быть Находиться несколько слоев Это вот еще одна маска Ну да все правильно Вот одна маска Есть вторая маска И у них есть свои собственно настройки Внутренние Ну и есть большая настройка Для общего слоя В After Effects То же самое То есть если мы сейчас создадим Например Одну фигуру Потом еще в ней же нарисуем Еще одну фигуру Мы также можем наблюдать Shape И в Shape Есть свои настройки В виде трансформа И есть общая настройка В виде трансформа Аналогично здесь Есть здесь свои настройки Трансформа И общий трансформ В принципе все так же Кроме этого Здесь можно добавить эффекты Здесь очень много эффектов Очень многие эффекты Перекликаются с эффектами Из автора эффекта Но как вы видите Здесь это дополнение То есть это аддон Аддон Какие-то бесплатные эффекты Также есть и вот этот раздел Тоже можем нажать И еще здесь Это дополнительно активировать Я на самом деле В этой части не копошился Так что не уверен Что я сейчас что-то сделаю правильное Ну вот гравити И это такие заготовки Анимации классические Ну окей Для удобства конечно Для использования такой панели Логично конечно Сделать все как в автор эффекте Тогда нужно Панель эффектов Перенести сюда И вот уже сразу Больше похоже на автор эффект И таймлайн раскрыть По этой части Тогда будет как и в автор эффекте Вот как вы видите В автор эффекте Панель эффектов Находится слева И это очень удобно Точнее Ну не то чтобы удобно А больше привычно В принципе с этой программой Разобрались По логике В этой программе Можно точно так же анимировать Как и вот этот персонаж У меня анимирован Здесь еще раз повторяю Обычный шейп Который просто анимирован Попав анимацию Именно такими же инструментами Здесь Также реализовать Это легко Но помните Что эта программа Условно бесплатная Если вы увлечетесь Этой программой И захотите чего-то большего То вам придется доплатить Ну и еще Так же Я не совсем уверен В экспортируемых форматах Насколько они В бесплатной версии Расширенные То есть Можно ли экспортировать Full HD В 30 кадров в секунду И так далее Часто в таких программах Есть ограничения По экспорту Ну а мы теперь переходим На следующую условно Бесплатную программу Которая тоже похожа На After Effects Эта программа Называется Express Animate Она больше себя Позиционирует Не как аналог After Effects Хотя здесь Очень многие вещи Похожи Больше себя Позиционирует Как способ анимации Для HTML5 Ну то есть Для веб-сайтов Ну давайте тут Выбираем New Project И вот у нас Создался Свой проект Теперь давайте Попробуем что-то С этим сделать Ну и давайте Попробуем что-нибудь Нарисовать Для этого Мы по привычке Обычно ищем Перо И здесь Перо как такового Я не вижу Но есть раздел Driving Tool Где как я понимаю Вот все инструменты есть А вот кстати Перо Нашлось Теперь давайте Попробуем Пером Что-нибудь Да нарисовать Вот так И попробуем Замкнуть Но она не хочет Замыкаться Забавно что Перо Вот все Замкнулось Не с первого раза Я это догадался Но в итоге Замкнулось Также мы видим Сверху появляется Инструмент для вращения И вот якорная точка Которую по-любому Можно передвигать Для этого нужен Инструмент для передвижения Потому что если мы вот так Подергаем эту якорную точку Она не передвинется Ну и в принципе В After Effects Также якорная точка Передвигается с помощью Специального инструмента Для якорной точки Иначе просто не сдвинете Так дальше Что еще Здесь есть интересное Во-первых Здесь прикольная система Композиции То есть это как Библиотека в After Effects Где у нас Находятся всякие Дополнительные материалы Которые мы загружаем Ну и здесь даже отображаются И шейпы Видимо шейпы Не отображаются На самом таймлайне На самом таймлайне Отображаются Исключительно Только настройки Теперь давайте По настройкам Что здесь имеется Здесь в принципе Есть классические настройки Как раз Position Scale Rotation И кстати Здесь есть Очень важная вещь Это единички В ротейшене Почему это важно Давайте кстати Посмотрим В HitFilm Express Есть ли единички А кстати Тут тоже есть единички Просто не во всех программах Есть единички И если вам нужно Вращение Несколько оборотов То когда вот этих цифр Нету Тогда оборот Будет доходить Только до 360 градусов А все что выше Будет вращаться В обратную сторону То есть нельзя сделать Несколько вращений То есть единички Вот эти цифры Они очень важны Теперь мы смотрим Здесь есть эти единички Это очень хорошо Но здесь я пока не вижу А вот Паф анимация Тоже имеется Активируем Паф анимацию Теперь передвигаем ползунок И давайте попробуем как раз Редактировать наши точки Раз Два В принципе Неудобно подхватывать Сами точки Но они двигаются И редактируются Это удобно Также Вот эти усики Насколько удобно редактировать Это конечно большой вопрос Часто во многих программах Меня раздражает Что их нельзя С помощью альта Разъединить И вроде бы Здесь тоже нельзя разъединить Но наверное А Здесь с помощью контрола Можно разъединить Окей Ну хотя бы так Во многих программах Почему-то это не любят делать Хорошо Ну и теперь мы можем Посмотреть то Что это анимируется Слишком большое время Выставил Но в принципе Анимируется Так Теперь эти ключи Можно передвинуть Правая кнопка мышки Вот Изи ин Изи аут Можно сделать Но Кстати Визуально Ключи наши Не поменялись Давайте попробуем Здесь F9 нажать Кстати F9 Судя по всему Нажался что ли При нажатии F9 Почему-то просто Запускается анимация Ну ладно Так На пробел Также можно запустить Анимацию Когда кстати Запускается у меня Анимация Почему-то текст Становится Значительно Меньшего размера Странное явление Теперь дальше По классике Хочется еще Попробовать Посмотреть Ограничение Размера слоя В проекте Да Можно обрезать Слои Это хорошо HitFilm Express Кстати Не заметил Чтобы можно было Вот так легко Обрез слой А нет Тоже Можно взять Обрезать Все нормально В принципе И в той и в той программе Плюс-минус Одинаковые условия Еще раз напоминаю Эти программы Очень похожи На After Effects Вот так можно Это обрезать Это очень удобно Теперь Также можно И обводку Поменять в цвете Также тут можно Еще и толщину Обводки изменить Все то же самое Еще раз напоминаю В принципе С помощью обычной ПАФ-анимации Или анимации Кривых Можно анимировать Так же как Вот этот персонаж У меня анимирован Так что И в этой программе Также можно Все это сделать Также кроме этого Здесь есть Разные режимы Наложения То есть достаточно Большой функционал Ну а теперь Перейдем на Абсолютно Бесплатные программы Ну а теперь Переходим на Абсолютно Бесплатные программы В первую очередь Хочется начать С очень популярной Программы Для анимации Это Синфик У меня уже был Обзор на эту программу Где я ее сравнивал С After Effects Если вы хотите Получше это рассмотреть То вот как раз Переходите по Вот этой ссылочке Которая выходит В подсказках Лично для меня Эта программа Является каким-то Интересным Гибридом Между Мохой И After Effects Ну и конечно Она не очень близка К After Effects И как по интуитивности Так и по возможности Но здесь Также можно делать Анимацию С помощью кривых Здесь Очень Очень Большой функционал Который нужно изучать И он интересный Лично я В этой программе Не сижу тупо Потому что Мне неудобно Использовать кривые И не совсем удобно В некоторых местах Работать со слоями Но тем не менее Эта программа Реально интересная Ну давайте Для начала Как раз нарисуем Какую-нибудь по классике Фигуру Для этого Выбираю здесь Стандартное перо И вот так Рисую Теперь можно Замкнуть это перо И оно у меня Не хочет замыкаться Вот Не сразу замкнулось Странно Вот как раз Попытался отменить действие И у меня вместо этого Весь слой исчез Это кстати Во время рисования Очень неудобно Теперь давайте дальше Попробуем Редактировать эти точки Вот эти точки Здесь они отображаются Не как нам привычно В After Effects Таким списком А здесь они отображаются В виде таких вертексов С одной стороны Эта система Очень запутывает Потому что Каждая точка Это каждый вертекс Ну и если задуматься И если есть возможность Я не уверен Но если есть возможность Как-то привязывать эти точки К каким-то объектам Тогда это очень интересная система Потому что Позволяет автоматизировать Некоторые части анимации Ну а теперь давайте Попробуем сделать Паф анимацию Для этого мы активируем Вот этого человечка И двигаем Вот эту точку И давайте попробуем Двинуть вот эту точку И вот так двинем Ну как вы видите Постоянно Эта часть панели Постоянно куда-то открывается И лично мне это Не очень удобно Хотя Результат достаточно неплохой Дальше Здесь мне не совсем видно Ограничение слоя Лично для меня Это неудобно Потому что я хочу Иногда делать границы Хотя ограничения слоя Здесь имеются Но так как мы Обозреваем программы С ракурс Того чтобы человек Из автор эффекта Перешел в похожую программу Для людей из автор эффекта Будет не совсем интуитивно Понятно Как можно ограничить слои Но их ограничить можно Дальше можем нажать на play И вот мы видим Анимацию Все достаточно неплохо выглядит Также здесь есть И что-то наподобие эффектов Можно блюр нанести Radial blur А потом всякий Куварп Ну здесь реально Очень много Что можно применить И неудивительно Что на синфиге Создают бесконечное множество Различной анимации Здесь безумное количество эффектов В автор эффекте Таких половины эффектов нет Потому что они Возможно не нужны И с другой стороны Все таки Автор эффект Не совсем анимационная Все таки программа Просто В ней достаточно много Инструментария для анимации Поэтому многим людям Удобно анимируть В автор эффекте Но изначально Она все таки Не предполагалась Исключительно программы Как для анимации А вот синфиг Напротив Предполагалась Как программа Для анимации В итоге Тут очень много Инструментов И неудивительно Что на базе Этой программы Много каких-то Есть анимационных Энтузиастов Которые выпускают Свои собственные Каналы И показывают Как в синфике Делают как Эксплейнеры Так и Полноценную анимацию Ну а мы Сразу сейчас Недалеко Отходя от синфига Переходим К следующей программе О которой бы я Очень хотел Рассказать И эта программа Глэкснимейт В начале Когда мы запускаем Программу Мы выбираем Формат Здесь вот Допустим 1920 на 1080 60 кадров Хотя нет Давайте 30 все-таки кадров Вот такой у нас Экран открывается То в первую очередь Хочется рассказать Об этой программе Эту программу Разрабатывает В данный момент Один энтузиаст Который Очень-очень плотно Похватился За эту программу И Что в этом важно Во-первых Он Очень много Комментариев Получает сейчас От меня Ну и мы Сейчас хотим Доработать В этой программе Таймлайн Более похожий На After Effects Сейчас вы застали Этот таймлайн В промежуточной стадии И в данный момент Некоторые материалы Из этой программы Немножечко поломались Вообще В дальнейшем Я планирую Еще отдельный выпуск Дополнительный Записать Где более подробно Расскажу об этой программе Во-первых Сейчас сломалась Панелька С инструментами То есть Появилась вот такая Панель с инструментами Но вот эта панель С инструментами Сломалась почему-то То есть Она была как Горизонтальная Так и вертикальная И вот Горизонтальная Сломалась Но в этой программе Можно делать То же самое Что в After Effects Также мы можем С вами нарисовать Например фигурку Вот так И видите Здесь в принципе Слои очень похожи На данный момент Похожим образом Открываются Как и в IE Но проблема в том Что эти слои Вместо Shape Layer Называются Layer И они Немножко по другому Структурированы То есть Если мы в After Effects Это посмотрим То увидим Такую картину В After Effects Есть слой Который вот закрытый А в Glax Nimate Это почему-то Есть Animation Внутри которого Layer Хотя Layer Это отдельная часть А Animation Это просто Размер композиции Длительность композиции Почему-то Animation Сделан вот Настолько длинный Хотя в After Effects Есть похожая система Только Вместо Вот Отдельного Какого-то слоя Это вот эта панель Находится Вот тут можно сделать Ограничение По длительности Анимации Ну и А также Почему-то Здесь закрепили Отдельные функции Размеры композиции Лично по мне Вот эту часть Нужно убирать И я надеюсь Что в дальнейшем Она уберется И как раз Сделаться Как в After Effects И будет Просто Contents И здесь Мы можем как раз Увидеть уже Шейп Отделов Она очень влияет На структуру Слоя Это кстати Очень интересная идея Ну а давайте Посмотрим Что здесь По PAF Анимации Заходим В этот раздел И вот PAF И как раз Мы можем здесь Сделать анимацию Здесь так же Как и в Synfig Нужно создать рекорд И уже дальше Анимировать Это по точкам Вот выбираем Инструмент для Редактирования точек Сюда Сюда И вот Можем взять И анимировать Play на пробел Здесь не работает Поэтому придется Нажимать на play Вручную Еще лично Что мне не нравится В этой программе В том что Здесь пока еще Нельзя разделять Альтом эти усики В дальнейшем Это в принципе Планируется Но здесь Есть разделение Этих усиков Сверху на панели Это так же Как в Inescape И том же самом Вот так разделили Каждую часть усика И вот Изменяйте форму В принципе Не то чтобы критично Но лично мне Это неудобно Ну и конечно Как вы видите По PAF анимации Здесь можно делать Полноценную PAF анимацию И здесь К счастью Можно редактировать Еще ключи Для справедливости Скажу что И в Synfig Можно редактировать ключи Причем Очень аналогично Вот так же Можно выбрать И вот редактировку Ключей Эта программа Тремится Быть похожей На After Effects Но она Очень похожа На Synfig Я не знаю Как так точно Вышла Но здесь Очень много Пересекающихся Элементов С Synfig И даже Есть возможность Применять Здесь файлы Из Synfig Для этого Мы можем Зайти в Преференс И находим Плагин И здесь Видим Установленные Плагины Вот у меня Конкретно Плагин Synfig Синфига Когда карандашом, конечно, рисуем слишком много точек появляется, оно логично Также можно спокойно это выделять и клавишей Delete удалять Но слишком глубоко не буду углубляться в эту программу Давайте некоторые еще вещи скажу Главное, которое я хотел вот на чуть-чуть попозже оставить Это как раз Loti Что такое Loti? Loti это специальный плагин, который позволяет из After Effects выводить специальный формат JSON, который открывает веб-сайты Вот вы видите сайт Loti Давайте как раз перейдем на Free Animation И сейчас мы увидим вот такие анимашки Видите, их здесь очень много И вот они такие достаточно интересные Их можно абсолютно бесплатно взять и скачать Это очень хороший формат для интернет-браузеров Который немного весит и вот совсем-совсем легко скачивается И давайте что-нибудь из этого скачаем, попробуем открыть в программе Ну вот эта анимация что-то прям очень объемненько выглядит Давайте ее берем, скачиваем И вот Loti JSON Теперь открываем в Glax Animate Здесь я могу сразу выбрать формат Вот даже видите, здесь есть отдельно выделенный формат Loti Есть формат Synfig Ну окей Теперь я выбрал тот файл, который хочу открыть Нажимаю открыть Так, это не сохранять И вуаля Смотрите, здесь выскочило много-много-много-много ошибок Такое периодически бывает Бывают те файлы, которые вы можете скачать Они могут не до конца открыться Хорошо Но тем не менее, сейчас на данный момент большая часть файлов Она открылась Причем еще очень удобно в этой программе, что здесь есть прикомпозиции Прям точно-точно как в After Effects И внутри этих прикомпозиций можно еще дальше это углубляться И вот находить, например, ту же самую PAF-анимацию И вот мы нашли эти точки и вручную их можем даже редактировать То есть получается, вы можете спокойно обмениваться файлами и скачивать Но в чем именно главная фишечка всего этого процесса? А все дело в том, что After Effects может выводить файлы Lotte Для меня это очень важный формат Потому что я много лет делаю анимацию в After Effects И у меня уже целая библиотека анимашек из After Effects И если, допустим, я перейду на какую-нибудь другую программу Я понимаю то, что по сути эту библиотеку теряю Но я могу из After Effects взять и экспортнуть формат Lotte И открыть в том же самом Glax Nemade Для справедливости скажу сразу, что есть плагин для Synfig Который тоже открывает Lotte файлы Но я лично его не проверял Вот так примерно выглядит расширение Lotte для After Effects Она спокойно скачивается, легко устанавливается И еще здесь можно целую библиотеку Lotte файлов создавать как раз на своем аккаунте Единственный минус в этом Lotte для After Effects То, что в After Effects потом этот JSON экспортировать в виде проекта нельзя Вот это грустно Но из After Effects формат Lotte экспортировать можно А потом открыть, например, в Synfig или в Glax Nemade это возможно То есть сейчас мы можем делать анимацию продолжать в After Effects И в случае необходимости, например, делиться с людьми, которые сидят конкретно на Linux Которые не имеют возможности установить After Effects И спокойно экспортировать им анимацию Это очень удобно Ну и в финале я подошел к одной из очень-очень необычных программ Это программа Enve Она необычна тем, что она прям максимально похожа на After Effects Прям вот самая максимально похожая из всех возможных на данный момент программ Смотрите, в первую очередь нас встречает вот такая рекомендация Где мы можем посмотреть, что и как работает Очень удобно Все эти подсказки приятно видеть В принципе, также и ключи есть Ну ладно Давайте создаем новый проект 1920 на 1080 24 кадра Давайте 30 кадров Окей Перезапускаем Дальше, что мы делаем по классике Ну, по классике мы обычно рисовали как раз какую-нибудь фигуру Вот как раз и здесь рисуем эту фигуру Нарисовали Теперь мы можем редактировать эти точки И давайте сразу поищем, есть ли здесь PAF анимация Да, есть здесь специальный раздел есть PAF анимация Теперь попробуем его активировать И переносим сюда Вот так Все И все, этого достаточно, чтобы создавать анимацию Ну и еще лично мне нравится то, что здесь снизу отображается ГПУ, КПУ и загрузка дисков Также и оперативки Не знаю, зачем это здесь внесено Но это интересно Давайте посмотрим, можно ли разделить усики каким-то простым способом С помощью ALT или CTRL или SHIFT Нет, ничего это не разделяет усики Также мы можем посмотреть здесь еще дополнительный инструмент А, ну здесь разъединение точек Так что разделение усиков я что-то здесь не наблюдаю Но, наверное, по-любому их можно как-то разделить Просто лично я этого просто заметить пока не могу Также мы можем еще брать определенные ребра И двигать их отдельно Тоже очень удобно Здесь также можем зайти в настройку Обвод Либо настройку наполнения Выбираем Flat, чтобы закрасить Вот так И в стройке мы можем выбрать закругление Также мы можем цвет выбрать И мы можем На удивление, интересно Здесь мы можем поставить Brush Что такое будет Brush? Это, как вы видите, это кисти из MyPaint То есть мы можем применить Растровые кисти к фигуре Это очень интересно Так, давайте нажимаем Все, мы их применили Так, выбран Brush Теперь давайте посмотрим, где здесь толщина убирается Вот толщина И ничего себе Это очень странное решение Представляете себе Вы анимируете в After Effects Вы анимируете вектор И у вас растровые края Это реально интересное решение Очень мало программ, у которых есть какие-то похожие решения Чтобы создать растровую кисть для векторного слоя Ага И это не мешает для анимации Это реально интересно Так, вот такое Ну, все это кисти MyPaint Не знаю, насколько это эффективно В плане того, что не будет ли загружать программу Но результат явно из этого может быть намного интереснее Потому что так вы можете схитрить И сделать более похожую на покадровую анимацию Потому что будут какие-то кисти Которые будут имитировать как раз рисовку Но вот некоторые кисти, как мы можем наблюдать Что-то подзависают прям при движении Ну да, им тяжело прогрузиться Кроме всего этого, в этой программе можно еще и скриптовать Также есть даже отдельный канал Название его наизусть уже не помню Но в этом канале очень часто разбираются всякие анимашки в Envo И как по мне, я много уже посмотрел видео из этого канала И мне кажется, что в этой программе можно реально интересных результатов достигать Чаще всего в эту программу как раз и эмигрируют те, кто использует After Effects Но большой минус, что в этой программе нету Loti файлов Если были бы еще и Loti файлы Тогда бы эмиграция в эту программу была бы безумно удобной Ну и я думаю, все те, кто пользуются Linux'ом Воспользовались бы именно этой программой для анимации Ну во-первых, на эту программу очень легко переходить Если вы уже знаете After Effects Ну или вы можете схитрить Просто смотрите уроки с After Effects и применяйте на эту программу Ну именно касаемо 2D анимации Также здесь есть еще и настройки как раз MyPaint кисти Тут можно вот редактировать именно саму кисть, толщину Но тут я, к сожалению, в этих настройках мало что понимаю Но что-то меняется Ну а если бы кроме Loti файлов сюда еще и запихнуть Synfig файлы Все-таки Synfig это главный конкурент After Effects на Linux пространстве Это было бы вообще шикарно Ну а лично я в данный момент больше предпочтений отдаю программе Glaxenemate Если Glaxenemate вам очень понравился Можете подписаться на канал в Телеграме Создатели, как раз создатель там общается И говорит о том, что он какие-то вещи еще допиливает Он, кстати, за донаты может допилить какие-то фишки И если вы очень заинтересованы в эмиграции с After Effects на какую-то open-source Ну это, конечно же, если вы фанатеете именно от open-source программ Тогда вам будет логичнее доплатить создателю Glaxenemate Чтобы он побыстрее какие-то те или иные функции допилил в свою программу Ну и чтобы программа как можно быстрее стала похожа на After Effects Ну а на этом все Всем всего хорошего!